всем большой привет и сегодня хочу показать рецепт несложного и в тот же момент вкусного печенья с апельсиновой начинкой и для этого нам понадобится сам апельсин конечно яйцо крахмал кукурузный если нет то можно картофельное сливочное масло 2 сахара это потом в начинку и в тесто растительное масло у меня кукурузная сметана 20 процентов и мука просеянная тут у меня еще разрыхлитель ну и первым делом взбиваем сливочное масло масло должно быть комнатной температуры с сахаром взбили перемешали немного добавляем яйцо так слегка перемешали и растительное масло у меня кукурузная маякс вот это все взобью теперь добавляем сметану все миксер нам больше не понадобится теперь добавляем муку потихоньку и замешиваем тесто тесто получается такое достаточно мягкое теперь его убираем в холодильник на минут 30 просто пищевой пленкой накрываем 30 минут в холодильник а пока займемся с апельсиновой начинкой и для апельсиновой начинки для начала в кипящую воду добавляем апельсином китаем апельсин полностью и проваливаем пять минут тут у меня секундомер ставлю пять минут и засекаю все 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 достали и теперь оставим немножко остыть и будем дальше с ним работать теперь понадобится вот такой блендер стационарного миксера или который блендер с ножами и сюда сейчас я буду кидать апельсин который проваривали полностью с кожурой для этого и проваливали пять минут чтобы и кожуру как бы смягчить и как бы продезинфицировать обезвредить сюда же идет сахар который была вторая порция и крахмал крахмал наш апельсиновый слой готов полчаса прошли тесто теперь будем раскатывать и как бы максимально тонко раскатываем ну 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 раскатали максимально ну вот миллиметров пять теперь наша апельсиновая начинка помазка нанесли не слишком толстый слой потому что это все будет заворачиваться чтобы пропеклось если начинка остается то его можно убрать просто в герметичную посуду и в морозилку оно где-то месяц в морозилке себе прекрасно сохранится остатки не выкидываем и вначале я забыл указать то есть надо сказать что еще идет сюда сверху посыпка такая хорис как его делать я под низом в описании оставлю рецепт будет готы и там будет как раз как сделать хорис сверху посыпаем хорисом теперь нужно будет закатать в рулет теперь нужно будет здесь тонко сильно слишком тонко тоже не надо потому что она потом начнет вот так видите рваться видимо сильно перейдет теперь будем нарезать на кусочки и духовку уже разогрета на 180 градусов на такие небольшие все теперь отправляю в духовку уже как я заранее говорил подогрето на 180 градусов минут 15-20 там уже надо смотреть и не надо близко друг другу потому что он все равно как-то будет расширяться на расстоянии все теперь в духовку на 180 градусов по времени потом покажу печеньки готовы выпекались они у меня получается 25 минут и 20 минут поэтому все таки надо смотреть зависимости от духовки теперь перекладываем на решетку и даем полностью остыть теперь оставляю полностью остыть а потом разрежу и покажу как они получаются внутри все печеньки мои остыли сейчас одну порежу покажу как она получается внутри они очень мягкие и я тут конечно уже не выдержал и пока они были теплые схомячил но то есть вот какие они получаются внутри апельсиновый слой он не сладкий потому что сахара нет много то есть сфокусирует малое количество сахара за счет этого он не слишком сладко легкая такая кислинка за счет апельсина но и сам апельсиновый вкус он как сказать бомбический потому что и запах апельсина и вкус идет апельсиновый за счет того что мы полностью из цедры все перемолвали поэтому делается быстро несложный вариант и получается очень вкусно поэтому пробуйте думаю оно вам понравится а на сегодня все всем пока